Добрый день всем! Хотя, в общем, в этот день, сколько лет назад, на нашу страну напали вероломно немецкие войска, и началась Вторая мировая, в нашем случае, Великая Отечественная война. Мы сегодня будем с вами говорить, и я бы хотела, чтобы все присутствующие, поскольку всех касается, задумались о том, собственно, что будет предложено для темы дискуссии. Это обыкновенный фашизм. Кто это были? Есть некоторые соображения, которыми хотелось бы с вами поделиться. Надеюсь, ураган, гром, молния нас не остановит. И мы попробуем провести некоторый анализ, пусть даже поверхностный, пусть культурологический, пусть популярный. Но меня зовут Ирина Карташова, я режиссер. Я, в общем, эту тему проанализировала, пришла к очень интересным выводам. Со мной вместе будет рассуждать на эту тему историк и философ Игорь Андреев. А сейчас, для начала программы, я приглашаю на эту сцену гениального чтеца Дмитрия Ефименко. Стихи на тему Великой Отечественной. Вообще-то, я Ефименко. Александр Твардовский. Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же, Давид Самойлов. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельсы, погорельсы, качу с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей самурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагулю, и больше нужного хромаю, и пайку на твою ломаю. И все на свете понимаю, как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые. Сергей Орлов Воспоков на рыжих скатах сосны спят, метельцы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной. Как будто мавзолей. Поэт Евгений Евтушенко, совсем недавно ушедший от нас позапрошлым году, мальчишкой пережил войну и выразил это в своих пронзительных стихах. Сапоги! Был наш вагон похож на табор. В нем были возгласы крепкие, набившись сеном левый тамбур, как боги спали моряки. Марусей кто-то бредил тихо, котенок рыжий щи хлебал. Учили сумрачного типа, чтоб никогда не мухлевал. Я был тогда не чушь трясовки и стал известен тем кругам, благодаря своим высоким американским сапогам. То тот, то этот, брал под локоть, прося продать, но я опять лишь разрешал по ним похлопать, по их подошвам постучать. Но подо мной куда-то въедкуль, с густой копной на голове, мальчишка мой, провестник, ехал босой в огромных галифе. А что с того, что я обутый, а он босой? Ну что с того? Но я старался почему-то глядеть поменьше на него. Не помню, я в каком месте стоял наш поезд пять минут. Был весь вагон разбужен вместе. Где братишки что-то выдают, с просонок, тупо все ругая, хотел надеть я сапоги, но кто-то крикнул, пробегая. Ты опоздаешь, так беги, я побежал. В страшном гаме, у станционного ларька, вдали, с моими сапогами, того увидел паренька. Забором я понесся бурей, я был могучим гневе прав. Я прыгал с буфера на буфер, штаны аж что-то разодрав. Я мчался, мчался, что есть мочи, его к вагону я прижал. И сапоги мне отдал, молча, заплакал вдруг и побежал. И я в каком-то потрясении глядел, глядел сквозь дождь косой, как по земле сырой осенней бежал он, плачущий косой. А то внушительный портфельный вагон, главный сторожил. Новосибирского портфейна мне полстакана предложил. Штаны мне девушки латали, твердя, что это не беда. А за окном то вверх взлетали, то вниз ныряли провода. Одно из самых известных стихотворений Евгения Тушенко называется «Свадьбы». О свадьбы невоенные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют. Дорогой зимней, снежной, сквозь ветер, бьющий зло, лечу на свадьбу спешную в соседнее село. Походочкой расслабленной, щелочкой на лбу вхожу, плясом прославленный в гудящую избу. Наряженный, взволнованный, среди друзей и родных сидит мобилизованный, растерянный жених. Сидит с невестой верою, а через пару дней шинель наденет серую, на фронт поедет в ней. С землей чужой невестную с винтовкой пойдет, под пулю немецкую, быть может, упадет. В стакане брага пенные, но пить ее не в мочь, быть может, ночь их первая, последняя их ночь. Глядит он опечаленно и болью всей души, мне через стол отчаянно, а ну давай, пляши! Забыли все о выпитое, все смотрят на меня, и вот иду я с вывертом, под ковками звеня, то выдам драк, то пополу, носки проволоку, смещу, в ладоши хлопаю, взлетаю к потолку. Летят по стенам лозунги, что Гитлеру капут, а у невесты слезоньки горючие текут. Уже я измочаленный, уже едва дышу, пляши! Кричат отчаянно, и я опять пляшу. Ступни, как деревянные, когда вернусь домой, Но с новой свадьбы пьяные являются за мной. Едва отпущен матерью, на свадьбе я гляжу, И вновь у самой скатерти в присядочку хожу. Невести горько плачутся, в слезах стоят друзья. Не страшно, мне не пляшется, но не пляшать нельзя! АПЛОДИСМЕНТЫ Поэт Наумка Ржавин, дети Освенцына, Мужчины мучили детей, Умно, намеренно, умело творили будничное дело, Трудились, мучили детей. И этот каждый раз опять, кленя, ругаясь без причины, Детям было не понять, чего хотят от них мужчины, К чему обидные слова, Обои, голод, сокрычание. Дети думали сперва, что это за непослушание, Они представить не могли того, что было всем открыто, О древней логике земли, От взрослых дети ждут защиты. А дни текли, как смерть страшны, И дети стали образцовы, Но их все били так же, Снова и не снимали с них вины. И они молились на людей, Они просили и любили мужчин. И день были мужчины, Мужчины мучили детей. Я жив, душу, люблю людей, Но жизнь, мне кажется, постыла, Как только вспомнил, Это было. Мужчины мучили детей. Ужас какой-то. Ну, это было. Мы еще вернемся к этой теме, Что было и почему. Сейчас я хочу пригласить на сцену поэта Елену Кандалинскую. Она прочитает нам стихотворение, Своё памятник, посвященное войне. Добрый вечер. Я хочу прочитать свое стихотворение, Которое посвящено людям, Благодаря которым мы сейчас живы. Они мне хором. Здравия жирают фантомы. И возьмут под пузырек. Живых здесь нет. И мимо проезжая, Никто не завернет на огонек. Уже не помнят горести родные. Почти что век минул от той войны. Я поздороваюсь. Построясь, как живые, Стоят по стойке смирно у стены. Почти затертые имена на плитах. И нет следов от точек огневых. Я им шепчу. Мы помним. Не забыты те подвиги, Что ради нас, живых, Все одинаковые серые могилы. И одинаковая выпала судьба. Лежат тела. Но души не забыли, Что оказались для врага не по зубам. Я постою немного у ограды, И не нарушив тишины могил. Они мне улыбаются. И рады, что кто-то из потомков навестил. Спасибо. Сейчас я соберу тут руку, Бесико, которые разлетелись. Помогите мне, пожалуйста, Лен. Я вам телефону. Спасибо. Спасибо. Вот так. Хочешь выступить? Выступай без бумажки. Кто у нас апологет выступления без бумажки? Дмитрий? Ну, я не могу без бумажки запомнить И произнести те цифры. А я, в общем, хочу их озвучить. Это количество жертв, Которые интересовали меня прежде всего. Для того, чтобы начать речь о том, А что это было? И кто это был? Микрофоны вторые и третьи. Я хочу, чтобы были у Игоря и у... Так. Игоря Философа. Прошу и историка, Игоря Андреева, подойти сюда. И Юрия Горчакова тоже. Нет, не надо. Я не могу. Итак, 22 июня 1941 года на нашу мирную страну Напали полчища немецких войск, Подвергнув живущих тогда на боль, страдания и смерть На долгих пять лет. Хотя у них был запланирован блицкрик, И все должно было случиться довольно быстро. В этой кровопролитной и жестокой войне, Согласно нашей оценке, Потери советских вооруженных сил убитыми и погибшими Составили около 27 миллионов человек, Что почти в 10 раз превосходит потери вермахта на Восточном фронте. Общие же потери СССР вместе с мирным населением Составили 40-41 миллион человек. Я вот эти цифры вот сейчас, Когда искала в интернете информацию, Вижу первый раз. По данным фильма «Обыкновенный фашизм», Когда поднимались архивы, Была указана цифра 20 миллионов. Я не знаю, какие цифры верны, Но думаю, что 40 миллионов – это ближе, чем 20. 20 миллионов – это цифры. 20 миллионов, которые озвучены в Хрущевом еще в 60-е годы. Поэтому здесь просто уточнено количество. Американский исследователь Рудольф Румель В труде нацистских геноцид и маслоубийств В 1992-м году приводит следующие цифры потерь населения В концлагерях за период войны. Русские – 1,6 миллиона человек. Украинцы – 3 миллиона человек. Белорусы – 1,5 миллиона человек. Также исследователям говорится цифра погибших евреев – 5,5 миллионов человек. Таким образом, данные автором цифры подтверждают тот факт, Что самым пострадавшим народом во время Великой Отечественной войны Были евреи. Вопрос, почему – это не сейчас. Цифр очень много. Пострадали республики. Среди них Белоруссия – 1,5 миллиона человек. Литовская ССР – 437,5 тысяч человек. Латвийская ССР – 313,8 тысяч человек. Эстонская ССР – 61,3 тысячи человек. Молдовская ССР – 61 тысяча человек. Карелло-Финская ССР – 8 тысяч человек. Согласно этим данным, наиболее пострадавшими территориями Были Белорусская и Украинская территории. И вы представляете, вот меня, собственно говоря, Что в этой истории волнует? Меня волнует тот факт, что после огромных потерь, Которые понесла Украина в этой войне, Фашизм стал возрождаться именно у них. Я это не могу объяснить. Может быть, кто-то среди вас объяснит этот факт. Фашизм – это не вскинутые руки, не свастики. Это геноцид собственного народа. Путину привет от меня лично. Я не представляю Путина. И как бы даже не собиралась этого делать. Но я согласна. В общем-то, только другое дело, что каким образом. Вот мы сейчас рассмотрим это явление, Потому что, когда я начала изучать идеологию фашизма, Я пришла к тому, что это очень удобный инструмент. И, кстати, я просила звукорежиссера включить Равеля, И я его не слышу. Это удобный инструмент для извлечения экономической выгоды. Собственно, фашистская идеология родилась в государстве, В которое было после Первой мировой войны несколько ущемлено. Германия проиграла в Первой мировой. И как реваншизм выставила фашизм для того, Чтобы доказать миру и, собственно, завоевать новые ресурсы С помощью этого инструмента. У фашизма корпоративный дух, Который питается некой идеологией. Идеология заимствована у философа Ницше. Ницше никогда ничего общего с фашизмом и насилием не имел. Воровство всегда было и будет, интеллектуальное, какое угодно, И людей будут обвинять ни в чем не повинных. Ницше ничего общего с насилием никогда не имел. Сверхчеловек, о котором писал Ницше, это человек горнего, высокого духа, Который просто выше мещанских понятий. Это ничего общего с фашизмом никогда не имел. И солнце, о котором пишет Ницше в произведении «Так говорил Заратустра», Это скорее поэтическое произведение, нежели там философ, даже, ну, оно точно не политическое. Немцы заимствовали свастик, это правый солнцеворот. Орел, символ Ницше, из его произведения «Так говорил Заратустра», Это друг того самого Заратустра. У меня здесь есть даже отрывок из произведения. Дело в том, что у меня ветер вырывает листки. Игорь, помоги мне, пожалуйста. А я уже устала здесь бороться с ветром. Это какая-то ветряная мельница, это место. Юрий меня учит, учит, что надо закреплять микрофон. Итак, отрывок из произведения «Так говорил Заратустра». Великая светила, к чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь? В течение десяти лет поднималась ты к моей пещере. Ты присытилась бы своим светом и эту дорогу, если б не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя переизбыток твой и благословляли тебя. Взгляни, я присытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду. Мне нужны руки, простертые ко мне. И я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз, как делаешь ты, каждый вечер окунаясь в море и неся свет своей на другую сторону мира. Ты богатейшая светила, я должен подобно тебе закатиться, как называют это люди, которым хочу я спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающая даже на чрезмерно большое счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отбликс твоей отрады. Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустую, и Заратустра хочет опять стать человеком. Вот эта поэзия к фашизму никогда не имела никакого отношения. Нация белокуров и светловолосых — это все утопия, миф, созданный для того, чтобы беспрепятственно совершать бездравственные преступления. Дмитрий, что случилось? Дайте Дмитрию микрофон, пожалуйста. Давайте, давайте. Пока есть реакция. Ну, просто вы просили, сказали про евреев, и я вспомнил своего любимого Евгения Евтушенко, Баби Яр. Пытаюсь просто вспомнить, потому что я слышал его. А, понятно. Хотите прочитать прямо сейчас? Ну, если к месту. Да, почему нет? Давайте. Над Баби Яром памятников нет. Крутой обрыв, как глухое надгробие. Мне страшно, мне сегодня столько лет, Как самому еврейскому народу. Что, мне кажется, сейчас я иудей? Вот я бреду по древнему Египту, А вот я на кресте, распятый гибну, И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, я мальчик в Белостоке, Напрасно я погромчиков молю, От кого ты и жидов, Спасай Россию! Насилует Лобазник, мать твою, О, русский мой народ! Я знаю ты по сущности интернационале, Но часто те, чьи руки нечисты, Твоим чистейшим именем брецали. Я знаю доброту твоей земли, Как подло, что и жилочкой не дрогнут Антисемиты, вы что нарекли Себя союзом русского народа! Спасибо, большое стихотворение, Но мы продолжим, как бы, Вы можете микрофон никуда не отдавать И присоединяться по мере того, Как будет что сказать. Финансирование Третьего Рейха Очень интересная тема, Потому что фашизм впервые открылся мне Как инструмент бизнеса И инструмент для извлечения Экономической выгоды. Смотрите, спонсировали войну Такие компании, как Стандарт Оилл, нефтяная американская компания Дженерал Моторс, так, Стандарт Оилл 120 миллионов долларов Дженерал Моторс 35 миллионов долларов Вот ИТТ, информационные технологии Я не знаю, чья это компания, Потому что написана была аббревиатура по-русски 30 миллионов долларов Но это все технические исследования Компания Форд 17,5 миллионов долларов Компания Кодек принимала активное участие В снабжении немецкой армии кабелем и пленками Также осуществляла поставку деталей, Которые необходимы были для движения Немецкой колонны танков, Которая ехала по миру Взгляд, вывод, к которому можно прийти, изучая фашизм Глубже и глубже Это то, что он является такой корпоративной формой бизнеса Системой, в которой одни крышуют преступления от других Ради извлечения экономической выгоды И установления своего господства Вот вопрос фашизма сегодня не стоит таким образом, что он где-то снаружи Он уже прорастает, как какие-то ростки изнутри Потому что люди для извлечения выгоды Сегодня пользуются всеми теми же методами Идеология, преступления, ресурсы, система Рука руку моет С этим бороться очень сложно Потому что болезнь уже как-то она проросла Я бы хотела вот сейчас, наверное, Юрий, услышать вас Услышать ваше мнение Что вы думаете о фашизме Как о способе извлечения экономической выгоды Ведь это удобно Это удобно Потому что можно убивать Можно истреблять целые нации Люди ничего не значат Каста правящих Все Вы все ничто Вот просто люди Действительно, фашизм – это коммерческий проект Мы просто Если мы посмотрим на историю Те, кто сейчас очень кричат Ангкосаксовский мир На гуманизм, на цивилизацию Погромче говорите, вас не слышно Если мы посмотрим на историю ангкосаксов Замо отношения с другими народами То мы увидим Там гуманизм почему-то нет такого Потому что разъя была, ни с них не были Не перед большими межностями ангкосаксов Никогда не останавливались И делали все ради освещения прибыли Ангкосаксы Ангкосаксы Стоят за финансированием Этой коммерческой истории Я говорю о том, что Ангкосаксы Мы говорили сегодня в Западном мире В принципе, всем это известно На самом деле, сегодня это известно всем Елена, подожди Было много очень Вернее, всегда была в округе Прибыль Фашизм Это просто один из вариантов Коммерческого проекта По изучению прибыли Вот и все Другое дело, что Все это безнравственно Даже не имеет никакого Понятия нравственности Поэтому он тик Но есть другие проекты Они более нравственные Но они все равно Все направлены на прибыль И мы говорим о фашизме Сейчас Украина тоже ведь проект Это совершенно коммерческий проект Вот И для того, чтобы бороться с ним Нужно понимать, что это такое Не просто слепо Как это плохо Все, все Нужно понимать, что это такое Что это экономические дела И бороться с открытыми глазами с этим Вот Чем больше мы будем понимать это Тем больше нас все это Мы можем протислять Очень Вот я знаете Я здесь стою сейчас У меня сегодня были дела У меня еще есть Куча своих проблем Я стою здесь В том числе с тем Я понимаю, что здесь Два человека с половиной Которые услышат Или там Кто-то один задумается Это уже победа Да Вот Но просто даже Если мы все с вами Это понимаем А что мы можем Этому противопоставить Вот Этот товарищ Я не помню, как его зовут Поэт Там Пупкина Великий Вот Он тут крикнул Привет Путину Как будто бы я Как бы за него Как бы выступаю Вот Но ничего, что я там Не знаю Я против фашизма Против методов Извлечения экономической выгоды Безнравственности Да Которые осуждены Нюрнбергским процессом В свое время Но они, по-моему Входят в моду Вот То, что я сегодня Могу сказать Что это Очень удобно И что мы можем С этим сделать Игорь А вот скажи ты На вот этот тебе Микрофон Ближе к карту Ну я хочу вообще Дополнить Во-первых Потише Сделайте пожалуйста Фонограмму Хочу дополнить Меня Да И Юрия Давай Хочу дополнить вас Тем, что Потише Фонограмму Сделайте пожалуйста Звукорежиссер Во-первых Идеология фашизма Была не только Основана На философии Ницше Но еще и Разрабатывалась Самостоятельно В двух Ведомствах Фашистских Ведомстве Риббентропа И Розенберга Они Они немного От друг друга Отличались Но все время Соперничали И конкурировали За ведущую роль Игорь Игорь Мы не знаем Кто такие Розенберг Там и Розенкранц Кто это Розенберг Я шучу Кто это В общем Какие-то деятели Политические Венералы Риббентропа Это главный Идеолог Фашистской Германии Практически Его идеология Идеология Его введенства И лежала В основе Идеологии Всей фашистской Риббентроп Риббентроп Идеолог фашизма И Розенберга Один И Розенберг Да Более Претенующий Более На философское Обоснование Но Не всегда Имел Успех У Гитлера Вот Примерно Примерно Такая вот Раскладка Ну Вопрос Остался Висеть в воздухе Что мы Можем сделать Что Мы Можем Сделать Вот сейчас Мы все Понимаем Фашизм Он как бы Перешел Другие формы Мы его Уничтожили Он Дважды Ну или не дважды Там в общем-то Но если считать Италию То он там Также Сошел на нет Германия Войну проиграла Можно сказать А как явление Как способ Управления Способ Так сказать Господство Это осталось Я вот Два вопроса Русской интеллигенции Что делать И кто виноват Юрий Вы как ответственный За эту площадку Будете сейчас отвечать Нам Вы Этот человек Для того Что делать Во-первых Нужно быть гражданином И иметь Самоуважение Потому что К сожалению Беда Многих наших людей Вот точно Мы Не привыкли Себя Уважать Да Потому что Всегда Будьте Тихо Не высовывайся Все будет хорошо А если Ты тихо Не высовываешься Естественно Власти Пользуются Любой человек Пользуется Пока не касаешься Преграду Это закон Здесь Если будем молчать Так не прожать Но Нет Я не призываю Не к революциям Ни к чему Я просто призываю Иногда Открывать рот Это отстаивать себя И вот Все будет нормально Просто Я много Пришествовал Скажу Типичная Допустим Сцепка Такая Поезд Значит Проводник хочет Оттыкать Он заткался В топку Закидывает Максимальное Количество Угля И идет На погоню В бою Начат Погоню Ужасная Топота Жара Все Жаловаться Здесь Истекает Потом Но Никто Не пошел Проводнику Очень яркий Очень яркая Иллюстрация Знаете Я сегодня Вспомнила Строки Из классика Непротивление Панове Стыдно Или как-то так Смолчаливо Согласие Большинства Меньшинство Совершает Свои преступления Потому что Это мы Позволяем Этому происходить И я Все время удивляюсь Ну ладно Я женщина Женщина у нас Хоть мы не мусульманское Государство Я уже поняла Что отношение Как к скоту Все равно А мужчины Как это все Я не понимаю Вообще Как это Это что Неискоренимо Вообще Это может быть Зло Которое Ну скажем так Вот есть Бог Есть Сатана Да Это должно быть Вот это Зло С которым мы Должны жить Все время Да Или что-то С этим Можно сделать Конечно Можно Но Чуть-чуть Не бывает С вами все Делайте С каждым днем Все хуже И хуже Я все пью Пью А мне все Хуже Ладно Я наверное Хочу выразить Вам благодарность Тем кто слушал И еще большую Благодарность К тому что Кому есть что сказать Вот Игорь У тебя осталась Историческая справка Потому что Ну не про расизм Не про шовинизм Наверное нет смысла Говорить Что это Главные рычаги Управления Как бы присущи Фашизму Да 22 июня Это дата Которую мы Сегодня Отмечаем Это день памяти И скорби И я хочу Сегодня Скорбеть И помнить Что такое Советский Союз 21 июня 1941 года Это была страна Которая Вступила в войну Во вторую мировую войну На стороне Гитлеровской Германии Мы с Гитлеровской Германией Были союзниками До 22 июня И это нужно помнить И именно это я помню И об этом я скорблю К чему К чему привело это Мы все знаем Что же было Предшествовало этому Во-первых Мюнхенский пак 1938 года И Пакт Молотова-Лебентропа 23 августа 1939 года Разрезали Гитлеру Руки В выборе Очередной Жертвы Его агрессии Если после Пакта Мюнхенского Он вероятнее всего Нападал На Советский Союз После Пакта Молотова-Лебентропа Гитлер мог Нападать И на Советский Союз И на Францию И Англию Естественно После этого Пакта Германия Воспользовалась Двумя годами Мира с Советским Союзом А точнее Союзничеством С Советским Союзом Для того Чтобы поднять Под себя Всю Европу И сделать Из Европы Прекрасный Военный Тыл Для дальнейшей Агрессии И очень мощного Натиска На Советский Союз Вот об этом Я Скорблю И это Я помню Игорь Мне еще Вот Хороший человек Сказал Чтобы мы Подняли Тему Такую Что Сколько Людей Про жертвы Я начала С этого Лежит на Пискаревском Кладбище Какую блокаду Пережил город Из-за этой Войны Какое количество Разрушений В том числе Бесценных Памятников Культуры Но прежде всего Речь идет о людях Которые были здесь Заложниками Этой ситуации И Ну наверное Сегодня По хорошему И наше правительство Наверное Приходило уже На Пискаревское Кладбище Наверное Сегодня проводились Какие-то Я не смотрю Телевизор Я не знаю Должны были проводиться Какие-то официальные Все равно же Не только откатывают Они Они это еще Отрабатывают Вот Я думаю Что мы все Должны чтить Память Погибших людей Это Жертвы Вот этого Чьего-то Чужеродного Извлечения Какой-то Выгоды Господства Это все Крутится вокруг Одного и того же Власть Влияние Деньги Преступления Ресурсы Преступления Власть Влияние Деньги Ресурсы Преступления Это к сожалению Это какой-то Бищ современного Общества Который в том числе Проник сегодня В любую Нашу структуру Какую Ну я уж не говорю Про власть Вот этот поэт Тупкин Я не понимаю Как его зовут Я его знаю Вот он крикнул Привет передай Путину Сейчас я пойду И передам Придурок Какая стихотворение Юрия Воронова Мальчишка Пережившего Блокаду Какая Длинная Зима Как Время Медленно Крадется Медленно Медленно Продая в Неву Снаряды В нас Чтоб Нас Ломало Вчера Вчера Там Каменного Льву Осколком Лапу Оторвало Но лев Молчит Молчат Дома А нам По-прежнему Бороться Чтоб Жить И не Сойти С ума Какая Длинная Зима Как Время Медленно Крадется Если Крылья Иметь Два Могучих Крыла Как У птицы Можно Было Б Взлететь И На Землю Большую Пробиться Где Не Взвизнет Снаряд Где Разрывом Домов Не Качали Где Забыт Ленинград Можно Спать Безмятежно Ночами Если Крылья Иметь Можно Было Сквозь Ветры И Вьюгу От Земли Улететь Далее Далее К Жаркому Югу Где Опасности Нет От Вечернего Звездного Неба Где Встречают Рассвет Караваями Теплого Хлеба Если Б Крылья Иметь Только Если Б Мы Их Имели Мы Сказали Б Не Сметь Мы Сказали Б Так И Не Смели Птицам Плыть В Облаках Мы Вы Вы Крылья И Смели Крылья Крылья Смели Крылья Крылья Пусть Кой Кого Она Проймет Пусть Кто-то Вроде Не Поймет Что Разговор О нем Пойдет И так Я Расскажу Про Мед В том Страшном Сорок Первом Чистополе Где Голодало Все И Мерзло На снег Базарную Бочку Выставили Двадцатиледерную Меда Был Продавец Из этой Сволочи Что Называется На горе И горе Выстроилась В очередь Простая Горькая На горе Он Не Деньгами Брала Кофтами Часами Лежа Отрезами Рука Купеческая С кольцами Гнушалась Явными Отрепьями Он Вещи На свету Рассматривал Ученый Старый На ботинках Одной Рукой Шнурки Разматывал Другой Протягивал Бутылку Глядел Как мед Тягучий Ценится Глядел Спокойно И безропотно И с медом С этой Вечной Ценностью По снегу Шел Носках Заштопанных Кругом За взглядами Стеклянными Солдаты Офицеров Жены Стояли С банками С стаканами Стояли Мемо Напряженно И девочка С прозрачной Ручкою В каком-то Страшном Плусне Тянула Крохотную Рюмочку С колечком Маминым На дне Но сани Заскрепили Мощно На спинке Расписные Розы И важный Лоб Сановный Морща Сошел Упал Усам Словом Словом Тебе Дедки Это маразм Конечно придется С этим Жить дальше Но Война По крайней мере Выпала Не нам Эти ужасы Перенесли Другие люди Вечная память Больше мне нечего Сказать Спасибо Редактор субтитров Субтитров